В рамках операционного визита делегация запланировала осмотр стадиона в Сочи, Ростово-на-Дону и Казани. К Фишту никаких претензий. Впрочем, как и во время проведения матча Кубка Конфедерации. Но несмотря на это, определенные перемены здесь претерпела спортивная зона, расширился и пресс-центр. Дело в том, что требования чемпионата мира выше, чем на Кубке Конфедерации. В целом, как нам кажется, стадион находится в прекрасном состоянии. Да и в целом город Сочи готов к приему гостей, имеет много опыта в проведении крупных спортивных состязаний. Поэтому здесь у нас больших вопросов нет. Как отметил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Кулин Смит, сейчас на стадионе Фиш завершаются инженерные работы и идет тонкая настройка незначительных моментов. Мы очень довольны тем, какую работу здесь проделывали местные власти и каким образом они подготовили стадион к проведению матча чемпионата мира. Определенные работы ведутся, в частности, по расширению трибуны и медиа-центра, по расширению зоны гостеприимства. Но это было изначально запланировано, то есть это запланированный объем работ. Поэтому сейчас мы финализируем уже работы на стадионе, потому как прошел Кубок Конфедерации, мы остались очень довольны обеспеченным уровнем безопасности. Мы уверены, что все меры, которые необходимы, будут приняты для матча чемпионата мира. Опыт проведения матчей Кубка Конфедерации оказался бесценным, отметила принимающая сторона. Именно тогда власти региона изучили проблемы и вопросы, которые могут возникнуть в период проведения спортивного события. На сегодня мы работаем единой командой. Оргкомитет, Краснодарский край и представители FIFA, которые регулярно к нам приезжают и даже не приезжая. Мы знаем пожелания, которые едины для нас, для всех – это подготовить спортивные объекты для того, чтобы футбольные команды показали свою лучшую игру. Пока же Оргкомитет активно готовится отметить 100 дней до чемпионата мира. Обратный отчет до старта мундиаля будет дан 6 марта. Обширная праздничная программа готовится и в Сочи. Мероприятия пройдут на площади Южного Мола. Что же касается подготовительных мероприятий к чемпионату мира, за которые отвечает непосредственно город, то они уже завершены. Естественно, что есть определенные неудобства для города. Имеется в виду, что открытие фан-зоны повлечет за собой перекрытие дороги. Но это очень важный момент, потому что мы создаем удобные, комфортабельные условия для того, чтобы все наши фанаты, которые не смогут попасть на стадион, в режиме онлайн будут смотреть на экранах, которые будут установлены на фан-зоне, а также на самой фан-зоне будут проводиться с 12.00 до 0 часов культурные мероприятия, спортивные мероприятия. То есть будет весело. Поэтому мы говорим о том, что город готов. Напомню, что ко всему прочему Сочи на время мундиаля станет тренировочной базой для сборных команд Польши и Бразилии.